Три дерева и более шести тысяч гектаров земли спасли участники конкурса «Экология России». Победителей наградили в 61-й прогимназии. Творческое соревнование организовано партией «Единая Россия». О том, как из бытовых отходов создать произведение искусства, расскажет Максим Галямин. Пудель из целлофановых пакетов – работа маленькой Аиды. Ученица 61-й гимназии, где проходит экологический конкурс, честно признается, в создании сложного произведения помогала мама. Но, в общем, это ее творческая задумка. Носик сделан из пуговицы, язычок из красного листа. Шишки, пакеты из-под сока, газетные листы – все это материалы, из которых школьники создавали свои маленькие произведения. Кто-то сделал прекрасные розы, кто-то забавного робота и угловатого снегиря. Помимо творческих работ, ученики занимались и более практичным делом – собирали макулатуру и батарейки. Организаторы даже посчитали, благодаря трудам ребята спасли три дерева и более шести тысяч гектаров земли от загрязнения. Нам привезли в школу три контейнера. Один контейнер под бумагу, другой под пластик, а третий контейнер для батареек. И вот за сегодняшний день, сейчас я на линейке буду говорить об этом, дети собрали с ноября месяца 150 килограммов макулатуры. Не успевали к нам приезжать, забирать. Будем беречь луга, поля, животных защищать. Деревья в городах своих мы все начнем сажать. Активных и творческих набралось так много, что награждать пришлось едва ли не всех участников конкурса. А это без малого 75 человек. В церемонии принимала участие депутат областной думы Наталья Ведищева. Очень приятно, когда вот такая идея по сохранению чистоты природы, по сохранению красоты нашего заполярного края, она должна быть в каждой школе воплощена. Скорее всего, в будущем конкурс продолжится и станет более масштабным, так что школьники будут соревноваться уже не между классами, а между целыми образовательными учреждениями.